МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в Чувашии с рабочим визитом находится заместитель министра строительства России Андрей Чибис. Привлечение бизнеса в сферу жилищно-коммунального хозяйства считается сейчас одной из важнейших задач правительства. Недавно заработавший в Чувашии полигон ТБО. Удачный пример государственно-частного партнерства считает Андрей Чибис. Утилизация мусора – одна из важнейших проблем современной цивилизации. Частный бизнес не всегда охотно входит в эту сферу ЖКХ, а государство в одиночку с такими объемами зачастую не справляется. Ситуация меняется, если за дело одновременно берутся обе стороны. Так возникает частно-государственное партнерство. Новый полигон ТБО, который около месяца назад заработал в Чувашии пример концессии. Частная компания построила объект, а затем передала его республике. Регион в ответ предоставил данной компании право на эксплуатацию. В нашем случае на 25 лет. В первую очередь заместителю министра строительства показали мусоросортировочную станцию полигона. То, что может пойти на вторичное, использование отбирают, затем подают заинтересованным в этом сырье компанией. То, что для вторичной переработки не подходит, обрабатывают и прессуют в брикеты с плотностью более тысячи килограммов на кубический метр. Это так называемые хвосты. Их перевозят на специальные оборудованные площадки полигона для постоянного складирования. Итог. Из столицы Чуваша, ее город-спутник и Чебоксарский район спасены от серьезной экологической проблемы. Благодаря полигону уже удалось закрыть спехтуринскую свалку. И инвесторы довольны. В качестве примера нашу республику Андрей Чибес привел и на недавнем инвестиционном форуме в Сочи. Мы видим, что ЖКХ меняется. Сюда идет бизнес. И для нас важно принципиально было показать действительно Волгоград и Чувашию, потому что эти два концессионных проекта это проекты, куда вложены деньги негосударственных пенсионных фондов. То есть это лучшие международные практики. Если вкладываются деньги в инфраструктуру, деньги пенсионные, это значит, что инвестор поверил в то, что условия для частного бизнеса в ЖКХ созданы, можно вкладывать. И мы видим, что это не просто бумага подписанная. Это реальные объекты, которые начинают работать и обеспечивать горожан. Мы являемся производителями мусора. И не знали, что делать с этим мусором, куда сваливать. Практически вот эта технология позволяет на самом деле выйти на окупаемость в перспективе переработки этого мусора. Затем замминистра посетил и сам полигон. Для его строительства, кстати, не пришлось жертвовать чистыми земельными участками. Размещение подобрано идеально. Это зона отчуждения химпрома. Конечно, подобными объектами заместителя министра удивить сложно. Такие он регулярно видит в Европе, Азии. Но для России чувашский полигон – объект пока уникальный. Впрочем, перед правительством страны стоит задача. До 2020 года 80% госпредприятий ЖКХ – это огромная отрасль с гарантированным спросом. Отрасль ЖКХ, оборот годовой, превышает 4 триллиона рублей. Вот если сравнить даже при сегодняшнем курсе, ряд европейских стран ВВП имеют меньше, чем ЖКХ Российской Федерации. И главная задача государства – создать условия для того, чтобы частный бизнес вкладывался, повышал качество услуг и при этом абсолютно легально имел возможность вернуть свои деньги и на этом заработать. Больше не нужно искать серых схем в ЖКХ. Вкладывай, зарабатывай честно. Конечно, приход частников в ЖКХ скажется и на тарифах для населения. Слишком большие инвестиции уже вложены. Зато мы будем понимать, за что мы платим. Ольга Пыричкина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же Михаил Игнатьев и Андрей Чибис посетили предприятие «Гален». Гостей познакомили с инновациями в строительной отрасли. Подробности в следующем материале. Продукцию этого завода уже давно знают за рубежом. С помощью вот таких материалов сейчас строят и модернизируют жилые дома в окрестностях Лондона. Вообще в страны Европы поставляется 30% произведенных изделий. В Англии при помощи этого продукта утепляют уже построенные строения. То есть они на основании строительной фиксируют эту гибкую связь и потом делают утепление. И еще один внешний слой кирпича. Слева у вас есть гибкая связь, вот она рядом с беленькой лежит. Да, так называемая 6-2-П. Вот она наиболее массовая применяемая в России, гибкая связь. Значит, это несущий слой стены, утеплитель, вензазор и внешняя стена. Вот так оно. То есть тоже другой? Этот продукт в России применяется великолепно. Так же, как и композитная сетка нашла свое применение как раз в кирпичной кладке. Спрос на продукцию укрепил позиции завода на российском и международном рынках. Сейчас Гален является единственным предприятием в стране по выпуску композитной арматуры. За последние годы заказы на этот материал увеличились в разы. При этом и завод начал работать в три смены. Зарплата такая тоже достойная. Налоги платят, публично открыто работают. Единственное, спрос будет увеличиваться. Причем, отмечают на заводе, их продукцию стали применять не только в сфере жилищного строительства. Базальту пластику не страшна коррозия, а производство этого материала обходится дешевле металла. Арматура, она крайне эффективна не в жилищном строительстве, а она крайне эффективна в животноводстве и в сельском хозяйстве. Потому что тот же птичник или коровник, щелочная среда, соответственно, железобетон подвергается агрессивному воздействию. Сейчас Гален стремится стать резидентом Чебоксарского технопарка. Это позволит предприятию увеличить количество работников. Мы планируем открыть производство мощностью, ну, в площади, это примерно 12 тысяч квадратных метров, с сохранением текущей номенклатуры выпуска, ее расширением и, соответственно, увеличением персонала с нынешнего уровня в 200 человек до где-то 500-600. Заместитель федерального министра Андрей Чибис отметил, что строительная индустрия сейчас очень нуждается в таких инновациях. Это прямой выход на импортозамещение. Медрик Ковалев, Ольга Пыречкина и Андрей Шоклев. Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и заместитель министра строительства России Андрей Чибис обсудили ряд вопросов, касающихся проведения капитального ремонта, реформирования ЖКХ, повышения качества коммунальных услуг, переселения из ветхого и аварийного жилфонда. Андрей Чибис напомнил, перед российскими регионами и Чувашии в частности поставлены масштабные задачи. Их выполнение должно быть под постоянным контролем властей Чувашии, по его словам, движется в правильном направлении. Нам нужны в ЖКХ пример успеха. Вот тема. То есть та концессия, которую мы видели, это правильный, хороший пример успеха. Надеюсь, что и в водоснабжение, и что в теплоснабжение нужно навести порядок с действующим оператором. Нужно перевести это в концессию или в новую корпушную концессию провести. Но то, что республика правильно здесь движется в части частных инвестиций, это очень хорошо. Мы ваши друзья, союзники, соратники. Зашла речь и о других программах, успешно реализовать которые можно тоже в рамках частного государственного партнерства. Например, завершение строительства водоводов в южных районах республики. Мы рассматриваем этот вопрос тоже как приоритетный наш проект. И нам в случае долгая строительство превратится, а люди не получат воду, средства судной стороны уложены. Поэтому прекрасно понимаем. Вопросы обеспечения граждан России доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг обсудили на окружном совещании, которое провел заместитель министра строительства России Андрей Чибис. В разговоре приняли участие представители строительной области, фонда содействия реформированию ЖКХ, органов исполнительной власти, субъектов ПФО. Мы специально сделали рейтинг эффективности, готовности субъектов Российской Федерации привлекать частные инвестиции в ЖКХ. Рейтинг исходит из конкретных четких целевых показателей и тех законодательных обязанностей, которые должны сделать субъекты. И как они это реализуют? Я вам скажу, что Чувашская республика во всероссийском рейтинге занимает третье место, потому что все утверждены схемы теплоснабжения, все утверждены схемы водоснабжения, проведена работа по регистрации соответствующего имущества. Подробно о темах, которые обсуждали на окружном совещании, смотрите в наших выпусках в понедельник. Сегодня в столице прошло заседание конкурсной комиссии, которая рассмотрела кандидатуры на должность главы администрации Чебоксар. На нее претендовали трое. Экс-сити-менеджер Алексей Ладоков, руководитель муниципального управления Олег Белов и юрист Юрий Шакеев. Конкурсная комиссия по численности превосходила количество кандидатов несколько раз. Премьер-министр Иван Моторин, руководитель администрации главы республики Юрий Васильев, депутаты Государственного совета Чебоксарского городского собрания, представители общественности. Рассмотрев документы соискателей, комиссия пришла к выводу рекомендовать на должность сити-менеджера прежнего главу администрации города Чебоксары Алексея Ладокова. Окончательное решение примет столичный парламент. Скорее всего, это произойдет 27 октября на втором заседании. Сегодня же стали известны имена победителей конкурсов на соискании должности главы администрации Шамуршинского и Яльчихского районов. В Шамуршинском районе депутатам представят кандидатуру Владимира Денисова. В Яльчихском уже подписан контракт с Николаем Милиным, прежним главой администрации района. Сегодня 55 лет со дня образования отмечает Чебоксарский медицинский колледж, единственное в республике учреждение, где готовят специалистов среднего звена для здравоохранения. С юбилеем преподавателей и студентов поздравил глава Чувашия Михаил Игнатьев. Если быть точными, то история медколледжа начинается гораздо раньше. В 1935 году, когда в Канаше и Чебоксарах были открыты фельдшерско-кушерские школы. Трудно переоценить их роль в развитии здравоохранения Чувашия того периода. Особенно много работы у выпускников обеих школ было в годы войны, когда в республике развернулись около 20 ивакогоспиталей. Впрочем, в послевоенное время фельдшеры и медсестры без труда находили работу. В 1960 году в Чебоксарах было создано медицинское училище с присоединением к нему Канарского. А в 2002 году училище преобразовали в медицинский колледж. За эти годы для отрасли здравоохранения подготовлено более 35 тысяч специалистов. Еще 33 тысячи прошли обучение по программе повышения квалификации. Хочу поблагодарить всех тех ветеранов, которые на самом деле сегодня работают в данном колледже, десятилетиями, есть соответствующие трудовые династии. И вы, как ветераны, как специалисты, имеющие большой жизненный опыт, практику, передаете и молодым преподавателям, и делитесь своим сердцем, своей душой нашими, конечно, студентами. А первая Чебоксарская больница отмечает сегодня 85-летие. Это одно из самых старых учреждений здравоохранения в Чуваше. Здание для нее спроектировал специалист Минздрава РСФСР Галиевский. И оно тоже памятник истории и архитектуры. Больница носит имя выдающегося чувашского врача Петра Осипова, известного также как драматурга, автора пьесы из репертуара Чувашского драмтеатра. В Чувашской республике утверждена новая кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Более 145 тысяч земельных участков обрели свою кадастровую стоимость, исходя из которой владельцы будут платить налоги. Кроме того, кадастровая стоимость напрямую влияет на арендную плату и взимание штрафов за нарушение земельного законодательства. В среднем кадастровая стоимость земли в Чувашии возросла на 3-5%. Дорожала земля под пашней в Цивильском, Урмарском, Шумерлинском, Красночитайском и Козловском районах. А вот в Алатарском наоборот подешевела. В связи с этим управление Росреестра по Чувашской республике рекомендует ознакомиться с новыми результатами оценки до того, как придет налоговое уведомление. Если кадастровая стоимость будет, по мнению собственника, выше рыночной стоимости, то Росреестр советует обратиться в комиссию по рассмотрению споров при управлении Росреестра или в Верховный суд Чувашии. Бесплатно заказать справку о кадастровой стоимости можно в любом МФЦ или в офисах кадастровой палаты. С ранних лет мы мечтаем, кем будем, когда вырастим. Время летит незаметно, и вот вчерашние дети заканчивают 9 класс. Куда пойти, где учиться, оставаться в школе или поступать в техникум? Вопросы непростые. Чтобы помочь их решить, Минобразование Чувашии совместно с ВУЗами и СУЗами Республики организовали неделю профориентации под названием «Твой выбор профессии». Многие 9-ти классники из 19-й школы решили поступать в техникумы и колледжи. И чтобы определиться с выбором СУЗа, мальчики и девочки побывали в машиностроительном техникуме. Ребята занимались за новыми тренажерами и даже поработали за настоящим станком. С каждым годом растет потребность настоящих профессионалов – слесарях, фрезеровщиках, машинистах и токарях. Современные школьники больше информированы и практичны, и все чаще делают выборы в пользу среднего профессионального образования. Наши выпускники всегда трудоустроенные. Нет проблем с выбором места трудоустройства. Ежегодно к нам приходит более 300 абитуриентов. Мы осуществляем выпуск по шести профессиям рабочим и по семи техническим специальностям, наиболее востребованных в экономике нашей республики. Чувашии – более 25 учреждений среднего профобразования. Каждый год почти 7 тысяч студентов-выпускников СУЗов начинают работать на предприятиях и организациях не только нашей республики, но и по всей стране. Екатерина Купрына, Игорь Зверев, Республика. Известная чувашская вышивальщица, хранительница народных традиций Евгения Жачева исполнила 75 лет. В музее чувашской вышивки открылась выставка ее работы «Разноцветный мир узоров». История чувашского народа, написанная причудливыми узорами на ткани. Это о работах Евгении Жачевой. Любовь к родному искусству проявилась еще в далеком детстве. И вот уже более 30 лет Евгения Николаевна не только хранит, но и передает другим традиции чувашской вышивки. Очень грамотный учитель и знаток своего дела, человек, который болеет за сохранение чувашской культуры и очень бережно относится к тому, чтобы передать свои знания ученикам. Ну и очень занятия нам пригодились в том плане, что мы теперь можем эти знания передавать и умения своим детям. Панора дословная альбом швы чувашской вышивки – лишь часть известных работ Евгении Жачевой. На этой выставке представлены более 50 экспонатов, созданные вышивальщицей за последние 5 лет. Это и украшения, и вышивка на полотенцах, и традиционные чувашские узоры на платьях и рубашках. И все орнаменты на них можно читать как книгу. У Евгении Жачевой есть признание коллег и друзей, любовь сотен благодарных учеников. И самое главное – у нее есть мечта. Я мечтаю, во-первых, чтобы вот здесь, в этом зале, например, было 10, например, из 10 подгуб костюмов чувашских женщин, мужчин. Потом, чтобы вы обучали в этом музее вышивки по интернету, и можно и руками вышивать, и так, чтобы учали. Очень хочу, чтобы чувашские вышивки включили в программу. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангин, Олег Кикимов, Республика. Сегодня в Чебоксарах открылся радиофестиваль «Вместе медиа» при Волжье. Он впервые проходит в нашем регионе при поддержке Министерства информационной политики и массовых коммуникаций. У чебоксарских журналистов появилась возможность пообщаться с мастерами слова, экспертами всероссийского уровня. На встречи побывали и студенты Чувашского государственного университета. Проект «Вместе радио» появился 15 лет назад. За эти годы он стал более масштабным и объединил разные направления журналистики. Теперь «Вместе медиа» – это мастер-классы, тренинги, презентации, спецпроектов, дискуссии ведущих журналистов Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и других регионов. В течение трех дней на одной площадке будут работать журналисты, эксперты и студенты. Фестиваль включает в себя несколько направлений. Конкурс «Вместе радио», работу сообщества студенческих редакций «Университи» и «Новые русские медиа», а также телемост из Чебоксар с Калифорнийским университетом в Беркли. «Мы приехали к вам. Это хорошо, потому что позволило и нашим экспертам, таким как Юрий Пранько, один из ведущих информационных журналистов Москвы, Елене Батиновой, это голос телеканала «Карусель», ведущий утренних шоу на московских радиостанциях «Бест-ФМ», увидеть ваш город, понять и почувствовать то, чем вы живете, узнать о проблемах вашего региона, потому что, когда мы слушаем программы, конечно, мы обращаем внимание на то, о чем говорят журналисты. Первый день фестиваля начался с конкурса «Вместе радио». За возможность попасть в финал, который пройдет уже в Москве, в жанре репортаж и ток-шоу борются 23 радиостанции с 14 городов Приволжского федерального округа. Участники и эксперты оценивают работы по 10-ти бальной шкале. Эксперт фестиваля Анастасия Иванова с Нижегородского радио «Образ» участвует в фестивале более 10 лет. «Собственно, это тот проект, который вырастил меня как профессионал, и очень приятно, что сейчас в этой аудитории много студентов, которые пришли, и для которых это замечательная возможность познакомиться с тем, что есть с Нижегородского радио, понять какие-то азы профессии, и, может быть, когда-то они станут такими же полноправными участниками фестиваля, и их работы будут обсуждать жюри». Форум – отличная возможность для профессионального развития. Живое общение с мастерами своего дела непременно пригодится и тем, кто только собирается стать журналистом. Анастасия Лангина, Расиль Мухаммедов, Республика. Один из крупнейших тракторных заводов мира. Ведущий производитель мощной промышленной техники, не имеющей аналогов в России и странах СНГ. Речь о промтракторе. В эти дни завод отмечает 40 лет со дня выпуска первого трактора. Премия журнала «Лайф энд Лав» второй год собирает самых ярких и успешных представителей бизнеса, политики, шоу-бизнеса и музыки. В этом году церемония прошла в Чувашском драматическом театре. Все это смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До свидания. ООО «Промтрактор» – это название хорошо известно гигантам нефтегазовой горнодобывающей строительной промышленности всего мира. Для этих отраслей чубаксарское предприятие производит бульдозеры, трубоукладчики, погрузчики и другую тяжелую технику. Все началось в 1970-х годах. Освоение природных ресурсов Сибири и Казахстана, бурное развитие топливно-энергетических и горнодобывающих отраслей, требовало мощной современной техники. Правительство СССР приняло решение организовать отечественное производство мощных промышленных тракторов на Волге в городе Чубаксары. 25 октября 1975 года с конвейера нового завода-гиганта сошел первый трактор-бульдозер Т-330 под маркой ЧЗПТ – Чубаксарский завод промышленных тракторов. Уважаемые тракторостроители, дорогие ветераны, становление и развитие Чубаксарского завода промышленных тракторов неразрывно связано с историей города Чубаксары и родной Чувашской республики. Именно здесь, 40 лет назад, одними из первых в стране начали собирать мощные промышленные булдозеры и трактора. Создание нового производства дало толчок развитию добывающей и строительной отрасли страны. Благодаря ему были созданы десятки тысяч рабочих мест, внедрены новейшие технологии и современные смелые конструкторские решения. В 90-е годы завод преобразовался в акционерное общество открытого типа «Промтрактор». В 2005 году предприятие вошло в состав российского машиностроительного холдинга «Тракторные заводы». Ежегодно на производство ставится новая модель тракторной техники. Ряд машин сертифицирован на соответствие европейским стандартам. Появление предприятия-гиганта в столице Чувашии изменило не только экономику города и республики. Преобразилась жизнь Чубаксар. Тракторостроители ввели в эксплуатацию более 180 объектов социального значения. Больницы, школы, магазины, спортзалы, транспортные магистрали, дворец культуры построили тысячи квадратных метров жилья. Мы благодарны всем, кто стоял у истоков, кто создавал завод, кто собирал его первый трактор. Для представителей одной из самых нужных в России сейчас профессий молодых инженеров промтрактор – это перспективы карьерного роста и возможности проверить на практике новые идеи. Вызовы времени требуют нового мышления. Культура, архитектура, музыка, бизнес, здоровье. Организаторы премии поставили цель охватить все сферы. Бизнесмены и музыканты, спортсмены и стилисты, строители и рестораторы пригласили на торжественный вечер многих, но только самые-самые смогли получить золотую уточку. Топ-21 определен не случайно. Чувашия – 21 регион. Неслучайная награда в виде золотой уточки. Именно эта птица – символ республики. Обращение к народным мифам и тотемам, история о создании земли и зарождении жизни предали церемонии этнического колорита. Предки наши были зависимы от земли матери и от небесных светил. Люди обожисляли природу, солнце, луну и во всех светилах небесных видели высочайшее существо и поклонялись ему. Они взамен заняли достаток и здоровье человеку. Архитектура и дизайн – самая красивая номинация «Life and Love». Выбором народа среди настоящих мастеров по созданию красоты стала имиджмейкер Елена Дивидерова. Я считаю, что это мой самый удачный год, мой самый лучший старт. И победить из всех своих конкурентов было особенно приятно. Я просто нашла себя и абсолютно счастлива, что занимаюсь делом любимым, которое мне приносит в первую очередь удовольствие, а вторую уже как бы все остальные плюсы. Некоторые победители не ожидали, что получат уточку. А ребята из Event Company «Артефакт» в своей победе не сомневались. Честно говоря, были подозрения, потому что мы пристально следили за голосованием в интернете. Сами несколько раз проголосовали за себя. С разных компьютеров. Мы крутили по-страшному голоса. Это моя дружная семья проголосовала. А это уже 3000 человек. Да. Хочется сказать большое спасибо. И действительно яркий, красивый, достойный очень праздник. Премия только закончилась, а команда Life & Love уже думает над идеей третьей церемонии. Чем будут удивлять гостей в следующий раз, узнаем ровно через год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова